Итак, вы уже несколько лет живете в Украине, общаетесь с многими представителями нашей элиты и я вижу, что вы очень хорошо понимаете наши проблемы. Как они видятся глазами человека, который пришел сюда с запада и с управленческим опытом западного государства? Просто как эксперт Евросоюза столкнулся с действительностью организации украинской государственности. Не мог понять, почему все стоит. Первый проект, который был включен, это проект реформы украинской государственной службы 2014 года. И просто любые проекты, любые инициативы, все стоит, независимо от того, какие люди, какие взгляды, какие команды, все стоит. И поставил fundamentalный вопрос, как аудитар ставить. Я аудитар государственной Польши, работаю в высшем органе аудита Польши. И любой аудит начинается с основ, а основой для любого государства это конституция. В украинской конституции зашиты ошибки, которых проявление является приговором для всей украинской государственности. Смерть украинской государственности записана в ее конституции. Украина это единственная страна на земле, где исключительно парламент имеет право назначать и освобождать министров. Это обозначает, что в Украине нет премьер-министра, который по конституции открывает, закрывает заседания и подписывает протокол, а есть 22 премьер-министра. Этим образом узкие группы влияния, типа олигархи, международной корпорации, кто угодно, в состоянии нагибать украинскую государственность под свои потребности. Это первый тезис. Второй тезис, что от времени до времени украинцы успокаиваются, что вот кто-то наводит вертикаль. В истории были президенты, у которых получилось наводить вертикаль. Были премьер-министры, которые были недалеко от этого. Все заканчивалось нестабильностью. Почему? Потому что тот, кто пытается наводить вертикаль, управление, координацию системы, заставлен это делать в неконституционном пути. При употреблении разных методов. Через Янукович сделал, через силовиков и коррупцию. Результат очевидный, потому что вдруг оказалось. И каждый, кто так будет делать, так закончится. Система, если подумаем, кто на самом деле правит. Всегда правит тот, кто меня не заинтересован. Потому что тот, кто меня не заинтересован, в состоянии заставить того, кто заинтересован больше, делать то, чего сам не хочет делать. И получается, что органы, которых в конституции нет, имеют инструменты, не имеют ответственности. А те, у которых есть ответственность, у них нет инструментов. Это невероятно. Представьте себе фирму. Фирму, вашу личную фирму, если бы сказал, что в вашей фирме система организации такая, которая является приговором для обанкручения, сразу бы начали это менять. В государстве получается так, что премьер-министр не влияет на министров, министр не влияет на замов, министр не влияет на шефов агентств. Не может. Потому что реально влиять, это дать возможность уволить. Смотрите, эта система копировалась во всех органах. Это система организованной, институционализированной безответственности. Тот, у которого есть интерес, у него нет инструментов, те, у которых есть инструменты, нет ни ответственности, ни интереса. Это главная причина. Все остальное есть в состоянии доказать. Все остальное является последствием. Эта система является результатом коалиции преступников, idiotов и врагов Украины, агентов. Я считаю, что Украина стала жертвой мета-институциональной агрессии. Просто на уровне конституции записаны вещи, которые являются приговором для Украины. В мире много было примеров исторических, которые подтверждают этот тезис. Любая организация, любая в такой системе управления исчезнет. Редактор субтитров А.Семкин